Добрый вечер! 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 что до этого ставить. И, на самом деле, мы не увидели большую количество заяв наших посадовцев про ситуацию, что произошло. Тем более, я так понимаю, что заарештували их до листопада месяца, но дальше перспективы тоже не сильно позитивные. Потому что Кремль опять же перейшла в достаточно агрессивную фазу своих действий. И думаю, что нам также нужно обратиться дальше международной общественности. И Крымская платформа должна до этого подключаться больше системно и постоянно говорить на всех площадках. Хочется отметить, что последние репрессии на территории временно оккупированного полуострова и так называемые уголовные дела, открытые против наших соотечественников, сейчас обрастают новостями. И вот подозреваемый в диверсии на газопроводе в перевальном под Симферополем арестованный крымский татарин Азиз Ахтемов рассказал, что сотрудники ФСБ применяли пытки в отношении него. Об этом рассказал адвокат Ислам Вериляев. Давайте послушаем его. У меня вчера была встреча с ним. Безпосередньо в следственном управлении ФСБ меня допустили до мого подзахисного. Я конфиденційно с ним встретился, rozmавляв, спросил его по обставинам справи. Він подтвердил, что висунутые звинувачения он не принимает. Также подтвердил, что стосовно него использовались недозволенные заходы, надягание мешка на голову, утримание в наручниках, использование электроструму, побои. Под таким тиском Виндавс-Вичиня. ФСБ России же заявило, что Мечлис Крымско-Татарского народа готовил протесты в Крыму. Делали это якобы совместно с украинскими спецслужбами. Также ФСБ обвиняет украинскую разведку в том, что через Мечлис якобы пытались организовать протесты крымских татар в Крыму. Расследование диверсии на газопроводе в Крыму установили на связь Мечлиса Крымско-Татарского народа со спецслужбами Украины. Также сегодня ФСБ выложило видео с братьями Ахтемовыми. На нем видно замученных мужчин. Если у нас есть возможность, я попрошу просто в поле окне показать это видео. Но мы не будем слушать то, о чем там говорят и вынуждены говорить братья Ахтемовы с этических соображений, так как считаем это неправильным показывать результаты пыток, на что собственно и рассчитывает Федеральная служба безопасности России, так как сегодня ни у нас, ни у цивилизованного мира нет ни малейших и никаких сомнений в том, что относительно Асана и Азиза Ахтемовых применялись пытки, как, впрочем, и в отношении Наримана Джеляла, и что заказ ФСБ сегодня выполнен в полном объеме, пыткам подвергнуты, показания выбиты, адвокаты по назначению назначены, и дело, собственно, шито. Но при этом мы понимаем, что сегодня происходит то, что в Крыму мы видим, это 2021 год, а похоже на 1937. Абоно на 1933. Да. Как с этим бороться? И вот как вот эти новые обвинения сегодня, вот то, что они там, Меджлис, как же они назвали? Меджлис они назвали главным проводником украинского реваншизма. Вот как на это смотреть? Что вообще означает это заявление? Ну, это уже означает, что, ну, по-перше, смешались Меджлис політично, скажем так, намагаются, намагаются якось так втянути в політичные дебаты. Хоча Меджлис по великому рахунку, так само, как и будь-який кримчанин, и украинский гражданин мает право на свободу слова, может выйти на митинги, сказать свое слово, если мы побачим, в Украине у нас митинги происходят с будь-яких вопросов, и постоянно. Поэтому это империалистичная, така, знаете, на гране с фашистской риторикой, что ты не можешь заявляти, риторика ФСБ, что ты не можешь заявляти про свои права, это полностью отсутствие свободы слова, полностью любые свободы, которые сейчас есть в Крыму, и права человека. Поэтому, в основном, ФСБ подписывается под этим, своими заявами, оно подписывается под тем, что ни демократии, ни свободы слова, ни права человека в Крыму нет. Я бы расценивала эти заявы именно с этой точки зрения. То есть они таким образом пытаются дискредитировать межлис крымско-татарского народа в глазах кого? Межлис, который всегда преследовал ненасильственные методы сопротивления. Межлис, в руководстве которого сейчас стоит человек Рифат Агачубаров, это человек-пацифист, это человек, который на протяжении всей своей жизни всегда преследовал мирное урегулирование от какого-либо вопроса. Человек, который боится даже обидеть муравья. И сейчас обвиняют в терроризме, в экстремизме, в диверсии представительских органов крымских. На кого это ориентировано? Это ориентировано исключительно на россиян и на Россию-24, на телеканали российские, где рассказывают, что это Межлис теперь такая террористичная и достаточно радикальная организация. Хотя на самом деле я полностью с вами согласна, что Межлис и на дипломатичном уровне, и на святом уровне ведет себя достаточно стриманно, хотя имеет право на больше жесткие действия, потому что территория проживания оккупована, большинство граждан осталось там, прав нет, и это достаточно сложная ситуация, которая сейчас склалась. Как вы думаете, это есть только место россиян сейчас за Крымскую платформу, или же есть какие-то планы у ФСБшников в Межлиссу дальнейшем? безумовно помство за Крымскую платформу, они показали всем, смотрите, вы там проводите Крымскую платформу, а у нас тут миллионы заручников, и мы делаем, что мы хотим. И показали всему демократичному світу. И другая, это не забывайте, что сейчас идут жесткие дискуссии с Россией, в том числе и по Певничному потоку, в том числе по Донбасу, и безумовно для Путіна это все одна проблема, я бы так сказала. Тому заручников он берет для того, чтобы торговать дальше с Украиной, с свитою, пытаясь выторговать максимально для себя, в том числе снятие санкций и в том числе начало работы Певничного потоку-2. Что в данной ситуации мы можем еще делать, помимо высказывания недовольства, обеспокоенности, обращения к международным структурам, в результате чего они тоже высказывают недовольство и обеспокоенность? Выключно до всего этого безумовно нужно делать юридические процессуальные действия. Нужно иметь сильных адвокатов, я думаю, держава повинна забезпечить, украинская держава повинна оплатить сильных адвокатов, которые будут заниматься вызволением полетвязков. Я понимаю, что это политическое вопрос, и без дозвола Путяна никто не освободится, но тем не менее это не включает юридической стороны вопроса, которая должна полностью вестися, и украинская держава должна это финансировать. На осеннюю сессию парламентская ассамблея Совета Европы, которая начнется 23 сентября в Страсбурге, в гибридном формате поступило обращение на проведение дебатов относительно политического преследования коренного народа в оккупированном Крыму со стороны России, отмечает пресс-служба парламентская ассамблея Совета Европы. Давайте послушаем, о чем там говорится. Надейшов запит на обговорение поточных подий на тему Захидні Балкани между демократичными выкликами европейскими устремліннями, какая роль Ради Европы и про политическое переследование коренных народов Крыму с боку России. Вместе с этим многие политические аналитики и политики сегодня говорят о том, что президенту Украины Зеленскому нужно непременно поднять этот вопрос и в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, куда он поедет. Но предположим, что и в Парламентской Ассамблее Совета Европы проведутся такие дебаты, дискуссии. Предположим, что Зеленский поедет на Генассамблею ООН, из трибуны выступит, поднимет эти конкретные действия в результате мы сможем увидеть. Конкретные действия это, снова-таки повернусь, это юридическая сторона. Будь-яка заявка, будь-якое засуджение, будь-якое решение судов, поручение прав человека и так далее это юридические факты. Я абсолютно уверена, что Россия не сегодня, завтра не будет, не может утримать ни окупованные территории Донбасса, ни Криму и тогда на этот момент у нас должна быть вся юридическая сторона для того, чтобы отримать не только назад свою территорию, а также компенсацию за все, люди должны отримать компенсацию за все те роки, которые были вимушены жить под окупацией. Вместе с этим говорят, кстати, на Крымской платформе, об этом упоминал лидер Крымского народа Мустафа Гаджимил в своем заявлении, что при всех нарушениях международных норм прав человека на своей территории, на оккупированной территории, Россия все еще продолжает иметь право вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Почему этот вопрос активно не поднимается? Почему ничего нельзя сказать, наверное, что ничего не делается? Почему активно нет никаких действий в этом направлении, чтобы Россию лишить этого права вето в Совете безопасности ООН? Это же абсурд? Абсурд? Ну, тогда у нас, я так понимаю, что все виходят из логики, что это касается не только России, то есть у нас много стран, которые нарушают права человека на своей территории и на международной арене. И вопрос в том, что много политиков думают, что это, знаете, как открыть скриньку Пандоры. То есть, если Россию собрать право вето, то тогда и у всех других нужно тоже собрать право вето. Но Россия, в свою очередь, открыла все ящики Пандоры, которые можно было открыть. 2008 года она открыла ящик Пандоры еще с Грузии и тем самым дала карт-бланш себе идти дальше. Не она дала карт-бланш, а свет дав карт-бланш России идти дальше. Потому что она не была покарана. Все началось так, с 2008 года, когда она решила, что она может взять и забрать кусок территории чужой, и она может начать войну. И что мы тогда помнимаем? Мы помнимаем, что свет как-то отрагировал. Ни, ну, были заяви, были заяви международных организаций, и дальше что. Тобто, она абсолютно безкарно продолжает свои имперские, скажем так, замашки. И пока что жодної силы, яка может их зупинить, ну, не видно, кто бы вставил, сказал, хвилиночку, ну, досить, давайте мы посилим санкции, давайте мы включим их из международных организаций, мы помнимем, что их повернули в Паре, и много других, мы уже бачим семинары, которые проводятся по морской теме, где включается Крым как часть территории, много других на международной арене, потому что Россия вкладывает большие деньги, все это, а другие не вкладывают, соответственно, и на ровне информационной войны, и на ровне политической войны, дипломатической, они часто получают победы. Так не должно быть, но для этого должна быть объединена коалиция европейская и американская, которая бы поставила Путин на место. А что для этого нужно? Что еще может сделать Путин, чтобы наконец Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки поняли, что амбиции Путина далеко не Украина? Знаете, мне тяжело сказать, я не хочу это выражать, но я надеюсь, это не будет так, как было в 1939 году, когда по взучей аннексии открылась де-факто Вторая война. Я надеюсь, мы находимся в 21 столетии и все понимают, что любая безкарность приводит до апетита злодия увеличивается. И, на жаль, как бы иншого метода, как поставить их на место, не в військовом плане, а саме в дипломатичном и в геополитичном немае. Пока их не поставят на место сильнее, они будут постоянно зазихать. Сейчас они прийшли, сначала они прийшли в Грузию, потом в Украину, теперь они уже зайшли в Беларусь, они фактически делают повзучу аннексию Беларуси и нет по великому рахунку никакого дела до этой ситуации. Они уже разместили комплексы на кордоне с Украиной, но эти комплексы добывают не только до Украины, там же можно разместить что-то, что будет добывать, и до Европы. Ну, так, наивно думать, что оно сейчас полетит на Украину, а до нас, не знаю, до Ведня не долетит. Вот эта неготовность применять более радикальные меры в отношении страны-агрессора. Она связана с чем? Только лишь с экономическими интересами? Нет, я думаю, что она связана с тем, что мир видит большую загрозу, например, как американцы в Китае, чем в России, поэтому они закрывают очи на хулигана, чтобы, умовно говоря, не дратировать Россию, потому что, если Россия станет в коалиции с Китаем, то это будет уже такая достаточно большая суперсила, с которой уже будет сложно справиться тем же американцам и тем же европейцам. Не переоценивают ли они Китай? Я думаю, что не переоценивают, но они должны понимать, что если Россия будет с кем-то играть на одном поле, то это большая вероценность, она будет играть на одном поле с Китаем, а не с Европой и не с Америкой. Поэтому я бы рассчитала Россию как часть этой геополитической игры между Китаем и Америкой. А где мы в этой игре? Ну, мы десь поруч. Мы маленькие, не великие, но мы важливые, потому что мы находимся очень близко до Европы. Мы такие вороты в Европу. Мы не есть. Мы есть частью территории Европы, но мы воротами в Европу уже подъемы Европейского союза со стороны Беларуси. То есть, это все расширяется. Следующий крок пев кроку и путинская нога будет в Европе. Вы думаете, что сейчас уже происходит полный аншиз Беларуси? Честно, я думаю, что так. Это моя персональная думка. Я думаю, что так. Чему? Потому что, де-факто, Лукашенко втратил экономичную маневр, то есть, он полностью экономично зависит от Путіна. Он втратил військовую, он стал зависит от Путіна, потому что, когда другая страна размещает важные оружия на твоих кордонах и на территории, тебя уже, де-факто, не питающий, оставить тебя до відома, таким чином, дратующий и Европу, и Украину, и многих других стран. Это означает, что у него уже нема слова. Он уже не может сказать, что не, я забороняю. Мы помнимо, как Лукашенко сказал, что не, я не пущу российские танки, не на мою территорию, не зайдет на территорию Украины российские войска. Теперь мы уже бачим другую ситуацию, когда уже размещаются важные оружия на территории, уже близко до территории Украины. Поэтому я думаю, что у Лукашенко уже де-факто немае маневра. Он уже полностью зависит как військово, экономично, и политично. Мы бачим 28 деклараций, которые он собирается подписать с Путином. Политическая интеграция. Политическая интеграция, адміністративная интеграция и частковая экономическая интеграция. И все. А далее уже что? Все, уже вся страна де-факто перестает функционировать как отдельная страна. Она интегруется отдельным округом в Российскую Федерацию. Если мы говорим о том, что у нас появляются еще тысячи и тысячи километров с потенциальным агрессором, если мы говорим о том, что Лукашенко уже намерен размещать на белорусско-украинских границах зенитно-ракетные комплексы С-400 и закупать вооружение России на сумму 1 миллиард долларов, как мы должны в данной ситуации действовать? По линии СБУ, по линии контрразведки, по парламентской линии, дипломатической, политической. Каковы должны быть действия Украины на сегодняшний? Каждый по своей линии должен действовать и все должны действовать вместе. Первое, это нота протеста от МЗС, это постанова Верховной Ради также обратить международные организации к этому. Это постоянно на международном на международном уровне. Но самое главное, что мы должны сделать, мы понимаем, что у нас кордон увеличился с Россией, де-факто, не с Белоруссией, а с Россией на тысячу километров. Значит, мы должны увеличить бюджет и утримание прикордонных территорий, разместить там оружие, увеличить количество людей и все, что требует защищать еще 1 тысячи кордону с Россией. Мы с моими коллегами депутатами собираемся за неделю проехаться вдовремя этого кордона тысячу километров и посмотреть, в каком стане этот кордон. Я могу вам рассказать после 27-29 вересня, могу уже детально рассказать, что там происходит, потому что я думаю, что пока что ничего не происходит. Мы обязательно тогда поговорим. Поэтому мы можем обговорить, это когда я побачу своими очами, но мы сейчас формуем группу и мы поедем депутатами вдовремя этого кордона. Это будет конгломерат всех фракций? Так, мы незалежность. У нас есть группа называется «За демократичную Беларусь». И с этой группой мы, власне кажучи, отстойим права Беларуси. Я и членом этой группы. У нас все абсолютно фракции, кроме ПЗЖ, туда входят. И мы спольно все заходы проводим на поддержку Беларуси, в том числе и поедемо и посмотрим на кордон. В этом контексте в последнее время вы наверняка слышали заявления президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрия Кулеба, министра иностранных дел, Украины, вице-премьер-министра Алексея Резникова и главы офиса президента Андрея Ермака. Довольно очень такая последовательная риторика по отношению к нашим западным партнерам. И Зеленский, и Кулеба говорит о том, что мы уже не верим обещаниям и словам обеспокоенности, поддержки в отношении нашей страны, и что Украине нужно строить, как сказал вчера Кулеба, такое гибкое военное государство по аналогии Израиля. Но к этой теми еще вернемся относительно этой риторики. Что произошло? Это правильная риторика? Я думаю, что это накануне поездки Зеленского на Генасамблею, а также в подальших переговорах с международной спільнотой он поднимает градус. Я считаю, это абсолютно неправильной риторикой. Потому что мы все много лет знаем, что никто за нас воювать не будет. Никто наши проблемы вырешивать не будет. Это знают абсолютно все политики и большинство граждан в нашей стране. Но это не означает, что это нужно говорить в очи нашим международным партнерам. Потому что других партнеров у нас нет. Это как мать суседа, который имеет другие думки. Но это же не означает, что нужно с ним свариться. Правильно? Треба постійно с ним дебаты вести, про что-то говориться. Можливо, колись ты до чого-то и договоришься. Но такие воевничные позиции они не до чого. Потому что, на жаль, мы в этой ситуации залежим от наших международных партнеров, хотя бы политично. Потому что, если наш мир спишет нас в теме окупованных территорий Крима и перестанет поддерживать санкции, то мы один на один остаемся с Россией. Теперь уже не 2000 км, а 3000 км вместе с Белоруссией. Но ведь, с другой стороны, вот эти слова поддержки, эти договоренности, они ведь длится могут очень долго. И вот под этими словами обеспокоенности, поддержки и так далее нас могут и на эшафот повезти. Вы знаете, я вам хочу сказать, повертаючись до слов Кулебе, нам треба будувати своє. То, что никто за нас не будет воювать, это уже, ну я не знаю, кому не очевидно. Тобто, зрозуміло, что нам треба будувати нашу військовую частину нашей страны, безопасную страну нашей страны. Без этого разговарив ни с захватными партнерами, ни с певчатничным, не адекватным сусидом у нас воювати решить проблеми, например, не знаю, где, в Афганістане. Но мне треба спитать, хочу я это или не хочу, правильно? Тому, как бы, логика всех світовых лидеров абсолютно зрозуміла. Зрозуміла, що Україна зараз форпост, потому что, если мы падем, дальше будет только Европе плохо. Они все понимают, они пытаются поддерживать, но, снова таки, не воювать, не изменять нашу страну за нас, никто не будет. Треба зрозуміти, перестати жалиться на все на свете, как делают наши первые особи, что нам никто не допомагает. Кто тебе должен помогать? Ты должен сам господар в своем доме. Працюй. В конце концов, кроме того, в тебе практически, по великому рахунку, у Зеленского абсолютная влада в стране. Что еще нужно, чтобы изменить страну? Ничего не нужно. Нужна политическая воля и нужны люди, которые будут это имплементовать, а не такие люди, как татары, которые всю систему гноблят и знищуют. Вчера как раз мы в этой студии с вашей коллегой пани Александра Устиновой говорили про судебную реформу, которую, собственно, тормозит сегодня Совет Судей Украины. Как вы считаете, сегодня у Зеленского есть политическая воля решить этот вопрос? Если бы у него была политическая воля, он бы ее вырешил. Каким образом? У Украины, я снова-таки повторюсь, у Зеленского за два года сформировалась абсолютно влада в этой стране. Абсолютно. Нема жодного правоохоронного органа, который не осуществляется человек Зеленского. Нема жодно, умовно говоря, даже незалежной комиссии, которая залежна от президента. Мы видели, как конкурсы призначались люди на государственные предприятия, на какие-то посады, все все люди Зеленского. Жодного прозорого конкурса не было проведено за этот период. Тобто, конкурсы, которые должны были быть незалежными и прозорными, они перетворились на фейк. Призначались люди, которые были интервьюированы в Офисе Президента. Они могут быть не ручными, но они были погоджены в Офисе Президента. Людина, которая с Офисом Президента, по направлениям, я не думаю, что Зеленский сам этим занимается, но людина, которая имеет абсолютно владу в этой стране, должна внести абсолютную ответственность. Влада идет вместе с ответственностью. Иначе оно не работает. Одна людина в этой стране в этой стране ответственность за все. Это президент Зеленский. Если кто-то заважает, судья незалежные, это незалежная гилка влады, не можно сказать, я вважаю, что мой друг Петренко будет сегодня судья Конституционного суду. Но тем не менее, и политические разговоры, и мы видим, что там вопрос не в том, что, скажем так, реформа не начинает. Ей просто не хочет начинать. Она не начинается. Но это же тоже прецедент, когда президент принимает политическое решение антиконституционное. Конституционный суд, это не политическое решение, когда Тупицкий был размещен указом президента. А призначение многих, кто незалежный в незалежной комиссии, которая регулирует Конституцию, людей, слуги народа и Зеленского, это не политическое? Я не знаю, чем это разъясняется? Вибачьте. Ну, або не начинайте это вообще делать, и тогда отдайте, дейте, это будет незалежно. Вы скажете, это не мы, это незалежная судья, така судья российская влада, она там вся повязана круговой порукой, она не работает. Або, если вы уже начали, то, пожалуйста, уже доводьте это до какого-то логичного А где эта грань между политическим решением и конституционностью и неконституционностью того или иного решения, которое может стать прецедентом? Ну, прецедент уже есть. Ну, они уже есть, эти прецеденты, и они в ассортименте, я бы так сказала, начиная от Конституционного уже так працює. Это неправильно. Но, сказать, что я тут ничего не могу сделать, потому что это не конституционно, а попередние 20 разов это было конституционно, то, извините, это не аргумент. Потому что люди, пересечный выборец, а пересечный гражданин Украины не знает, чи має вплив, они знают, они выбрали Зеленського. Зеленський за все відповідає. Значит, наладь работу и систему так, и поставь людей навколо себе а не класти себе в кишеню и крысятничать, как это происходит сейчас. Притание же не в Зеленському по великому рахунку. Питание в том, что он взял людей, которые абсолютно его дискредитуют. Вы сказали, что у Зеленського пока нет такой политической воли. Я не вижу, потому что вы же видели... Связано ли это с тем, что он хочет иметь также ручную судебную систему? Я думаю, что это связано с многими процессами. те, но что на тих грабли, на которые наступил попередній президент. Он реформировал судовую систему и в результате, власне кажучи, ему было удобно иметь ручных судей, но сейчас он имеет проблемы от этих же ручных судей. Если ты хочешь, чтобы тебя никто не догонял потом, то тебе нужно реформировать, чтобы это не зависит от тебя. На данном этапе я не вижу политической воли отпустить судовую реформу, чтобы она шла своим шляхом. Все пытаются что-то контролировать и это приведет, мы видим пример Порошенко, до чего это привело, это приведет то же самое, мы ходим просто по колу. Вот еще вопрос, который я хочу с вами обсудить. Мы обсуждали оккупированный Крым и говорили про поддержку международных партнеров, про договоренности, про форматы и так далее. И вот по нормандскому формату тоже сейчас очень много точится дискуссий, говорят о том, что возможно в ближайшей перспективе может состояться встреча в нормандском формате и Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсуждать оккупированные территории, хотя там в Кремле говорят о том, что мы никакие оккупированные территории обсуждать не хотим. То есть можно ли сделать вывод, что такое встречи не будет в ближайшее время? Я думаю, что так. Мы говорим про эту и как не было, так и немало. Тогда у нас была одна встреча, в которой кто-то покладал какие-то надежды. Было очевидно, что она будет пустопорожня. Просто познакомиться, так бы мовити, без подальших наслідков. Но насправді это такой тупиковый формат, я бы сказала, про что можно говорить, если россияне не признают анексии, не признают окупованих территорий и рассказывают про какие-то гражданские конфликты. Тому зрозуміло, что что-то по заокупованным территориям виглядало бы очень удивительно. Потому что сам предмет этих встреч, он каким-то вийти из ситуации, чтобы Россия оставила окупованные территории, оставила спокойно Украину. Но это тоже выглядит как заявление на внутреннего потребителя. Потому что мы слышим две взаимоисключающие позиции. Мы говорим по праву, говорим о том, что мы будем обсуждать оккупированные территории, а в Кремле говорят, что не будут обсуждать. Я так понимаю, что все равно какие-то разговоры на уровне офисов президентов идут. Это не то, что у нас нет никакого общения с Россией. Я уверена, что какие-то периодические переговоры между сотрудниками, заступниками, они все равно происходят. Но ожидать, что завтра будет встреч в нормандском формате, что от этой встречи будет фееричный результат, я бы этого не ожидала. Кстати, по поводу переговоров. Вчера представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш сообщил о том, что на очередном заседании ТКГ Россия сорвала обсуждение имплементации формулы Штайнмаера в украинское законодательство. Давайте послушаем его цитату. Москва уже не может придумать приводов для блокования открытия КПВВ и обмена утримованными особами, тому вона вирішила заблокувати саму гуманітарну підгрупу тристоронньої контактної группи, де ці питання обговорюються. І тут найцікавіше. Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горизвісної формули Штайнмаера. На цьому наполягала Україна і навіть модератор дло, а не формули або закони. А єсь... До цього ми говорили о том, що формула Штайнмаера... Гармаш проговорився про... випадково сказав лишні, заяви... Тобто ми все це время говоримо о том, що формула Штайнмаера обговорюється в ТКГ. Да, тобто до цього ми говорили, що і говоримо, що формула Штайнмаера противоречить її імплементації українським національним інтересам, тому що вона предусматривает сначала політичній частини договоренності в Мінському форматі. Зараз виявляє, що ми обговорюємо все-таки... Ви знаєте, для мене це було відкриття, я теж прочитала, і я думаю, що Сергій, я так розумію, він не супердосвідчена політична людина, і тому він сказав рівно те, що обговорюється. Хоча ніякого мандату на обговорення формули Штайнмаера і її імплементація в законодавство ні на рівні парламенту, ні на рівні впевнена комітетів не було. Тобто, я не знаю, що можна обговорювати, не спитаючи українську сторону, чи вона взагалі готова це розглядати. Тому що формула Штайнмаера, як ви правильно сказали, це спочатку вибори, а потім повернення окупованих в територію. Так, може, вони обговорюють ком'юніке, заключене, після нормандської встречи? Можливо, але там же ж, наскільки я пам'ятаю, по-перше, цей ком'юніке до кінця ніхто не бачив. Воно є в вирваному контексті. Тому обговорення, тобто, треба чітко і росіянам, і українцям зрозуміти, що немає мандату на обговорення формули Штайнмаера. Як у імплементації, я впевнена, в цій каденції парламенту, що формули Штайнмаера в тому вигляді, в якому ми її розуміємо, не буде. Тому вони можуть обговорювати гуманітарне питання і повинні обговорювати, тому що там знаходяться наші громадяни і люди. Вони повинні обговорювати будь-які медичні, соціальні, але формула Штайнмаера це є політична частина. ТКГ взагалі не повинна говорити про політичну частину. Політична частина може обговорюватися в нормандському форматі, але вона повинна перш за все обговорюватися на рівні українського суспільства. Але волі імплементації формули Штайнмаера немає в українському суспільстві. Українське суспільство сказало більшістю голосів, було соціологічне опитування, більше 60% сказало ні, спочатку у нас повернення територій, а потім вибори. Тому будь-які спекуляції і будь-яке взагалі обговорення, воно абсолютно безпідставно. У цих людей, які ведуть переговори, я впевнена, що росіяни нас теж слухають зараз, немає мандата на це обговорення. ТКГ. Навіть новість не в тому, що вони сорвали це обговорення, а новість в тому, що ми, оказывается, обговорюємо. А інтересно, українська делегація в трехсторонній контактній групі в Мінські з парламентом обсуждає і согласовує питання? Ні. Вони мають якісь періодичні зв'язки з Офісом Президента, а також, я так розумію, з Комітетом Зорвичним, але ніхто не виробляє. Тобто, мандату, повторюю, що український парламент не давав, включаючи на рівні Комітету. Немає рішення Комітету, немає жодного обговорення формули, не було жодного обговорення формули Штанмера. В українському парламенті не було. Тому нічого ТКГ, українська сторона, не може нічого пропонувати російській в принципі. Вони виходять за рамки свого мандату і за рамки своїх повноважень. А чому такий дисконект між інституціями? Тому що... Тому що... Згодній чіткій позиції, на якій би стояли, настаївали всі українські... Тому що для цього треба побудувати спочатку цю систему. І завдання президента Зеленського, який має абсолютно владу, спочатку побудувати інституції. Хоча б для того, щоб МЗС розмовляв з комітетом Верховної Ради. Комітет Верховної Ради говорив з офісом президента, з міжнародними організаціями і спільно випрацьовувалася якась позиція. На даний момент це, вибачте, позиція окремих людей, які щось обговорюють. Це позиція фізичних осіб. З таким успіхом можна вийти будь-хто на вулиці і сказати, ви знаєте, я думаю, що треба імплементувати формулу Штанмайера. Або не треба імплементувати формулу Штанмайера. Тому це взагалі, чесно кажучи, з точки зору державності, це неправильно. Не можуть їздити люди, представляючи Україну, і говорити те, що їм заманеться. Вони повинні їхати з чітким мандатом, де чітко прописано один, два, три, чотири, п'ять. За цей мандат вони не виходять. У них є мандат гуманітарний, соціальний, але в них точно немає політичного мандату. А яка ваша позиція по поводу мінських переговорів, по поводу цього формату, мінського і навіть нормандського формату? От як ви вважаєте, в рамках цих форматів можна ли якісь питання урегулювати, навіть якщо ми говоримо о гуманітарній составляющій? Дивіться, я думаю, що я розділяю. Для мене я розділяю гуманітарну, соціальну частину, тому що я розумію, що там проживають люди, яким треба вода, не знаю, ліки, їм треба переходити КПВВ, їм треба спілкуватися з родичами, тому що для мене це одна сторона. Я, наприклад, персонально готова розмовляти з росіянами те, що стосується наших громадян і їх забезпечення всім необхідним, для того, щоб вони не залишалися наодинці. Що стосується політичної, військової, зовнішньо-політичної? Ні. Розумієте? Просто ні. Це взагалі, і всі ці переговори, вони мертві. Ми бачимо це багато років, це ж не один рік відбувається. І навіть це вже два роки при Зеленському, це було два роки при Порошенко, вони вже були мертві. Вони, на ці Мінські угоди, вони, в принципі, мертві. Вони не працюють ні в яку сторону. Тому що, зрозуміло, що якщо люди кажуть, давайте проведемо вибори, а ми вам потім коли-небудь віддамо вашу територію, то про що далі можна говорити? А якщо альтернатива? Альтернатива є розширення Мінського формату і модернізація цих Мінських угод, де чітко прописати крок за кроком, що повинно бути зроблено. Для цього треба, якимось чином, в Росію в нові обновлені Мінські домовленості залучити. Тому що ми пам'ятаємо, що на Мінський і Нормандський формат фактично тоді європейські лідери, німецькі і французькі, ну там, чітлі не силою, Путіна туди привезли. Ну, якимось чином вони його вмовили для того, щоб, тобто, добра воля Росії повинна бути, ну, добрая або не добра, ну, воля Росії повинна бути. Ви розумієте, будь-які переговори самім з собою, воно навряд чи кудись призведе. А ви сказали про розширення формату. Ви маєте в виду США? Так. Я маю на увазі США. Це може бути Британія, вона ближча до нас. Тим більше, знову таки, не будемо згадувати Будапештський меморандум США. Я не думаю, що США буде приймати участь в цьому, тому що, а, вони далеко, б, в них є набагато більш глобальніші виклики, ніж ситуація тут. Тому це може бути Британія, це може бути Євросоюз, країни окремі Євросоюзу. Розширення, коли дійсно буде така коаліція, яка в стані щось розмовляти. Зараз воно все знаходиться в мертвій стадії. Ну, от по Криму ми зібрали Кримську платформу, провели інаугураційний саміт Кримської платформы, і буквально через, це було 23 августа, Кримська платформа, і 4 сентября задержали кримських татар. І як же треба реагувати Кримська платформа? Показово. Кримська платформа, оскільки вона збирала таку кількість лідерів, 43 країн, як мінімум, повинна кожному направити листа, і кожний, не знаю, божий день відправляти листа офіційного про те, що там брати Ахтемови були там тортури. Ми знаємо це, на рівні розвідки, на рівні інформації, яка приходить в Україну, ми повинні постійно отримати наших міжнародних партнерів, які були на саміті постійно в курсі. Це не обов'язково, що вони завтра побіжать комусь казати, чи будуть щось робити. Але вони повинні знати це. У нас інформаційний вакуум. Ми зібрали, всіх тут красиво покружили, і далі що? Ну, далі що? Тобто з цими людьми треба день в день працювати. Насилати електронні пошти, дзвонити, питати. Як ви думаєте з цього приводу? Чи не хочете ви винести це на найближчу сесію Паре? Чи ви хочете винести це сюди? Чи можемо мати? Тобто це величезна робота, яка повинна... Кримська платформа створена для того, щоб координувати всі абсолютно кримські питання. Тобто це, можна сказати, серце цього процесу. І якщо кримська платформа не буде ефективно працювати, бачите, державні органи не можуть розібратися з формою Штанмаєра. Я вже не кажу про такі якісь побутові питання, які там день в день виникають. В тому числі і питання заручників, і питання якихось там, не знаю, воно постійно виникає, так? І КПВВ, і відкриття багато всяких побутових питань, які ми вимушені вирішувати, тому що ми живемо на кордоні з окупованої території. Тому я думаю, що кримська платформа повинна взяти тут лідерство. Тому що державним органам в їх існуючій, як би так, спроможності, дуже важко просувати це питання в порядку денному світовому. Дякую дуже, пані Юлія. Чоксалом, що приїхали к нам в студію і відповіли на наші питання. Юлія Клименко, народний депутат України, об'єднання «Справедливість» була... Дякую вам. Це цікаве питання. Дякую дуже. Ми, к сожалению, не повинні завершати цей блок, але ми з вами не прощаємся. Буквально через 5 минут вернемся в эту студію і продовжимо наш ефір вже на крымсько-татарському языці. Не переключайтесь, оставайтесь первим крымсько-татарським. Куршкинч. Дякую. Дякую.